Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. 13 августа, 22 год. Разные происходят события, разные процессы идут. У каждого отдельного индивидуума своя реальность, у каждого группы лиц, социумов, стран, совокупные реальности. Ну, давайте поговорим про Украину. Про то, как гражданам Украины, которые чувствуют, что им, ну, вот, они не определились, да, как им действовать дальше. Прежняя жизнь ушла. Вот многие мне пишут, Олег Игоревич, вот, умные мы и все, а куда бежать и что делать. Ну, во-первых, не надо никуда бежать, вот это первое. Не надо бежать. Потому что, когда кто-то начинает, помните фильм этот «Джентльмены удачи», когда они бежали там, говорят, вы за кого бежите, да, за трудовые ресервы, а Динамо-то там сзади где-то плетется. Так и здесь, не надо никуда бежать. Надо думать. Вот давайте попробуем проанализировать нынешнюю ситуацию немножечко, так, в общих чертах. И подумаем, и определим какие-то, ну, как бы, пути, шаги, которые надо, шаги и пути, которые можно делать в этих условиях. Ну, вот первое, да. То есть, где мы находимся. Мы с вами находимся, принадлежим гражданам Украины, да. У меня не только с Украины смотрят, и с других стран, но, вот, будем говорить, ну, оно касается всех, кто их же, и кто в России, и кто в Беларуси, и кто, скажем, в том же Казахстане много смотрят. Там, и в Грузии, и в Армении, ну, про европейские страны, там, Польшу, Германию, Соединенные Штаты, Америки смотрят, там, у них своя специфика. Ну, они тоже хотят, как бы, понимать эти процессы. Чехия, Словакия. Давайте про Украину. Потому что, по-любому, Украина, она сегодня в центре внимания. По-любому, от событий в Украине, то, что здесь происходит, так или иначе, будет зависеть судьба уже, и зависит уже судьба очень многих государств в мире. Итак, первое, вот, если брать Украину, как совокупность, что мы понимаем? Первое, подходит, заканчивается в ближайшее время, где-то 23-го, там, числа августа, должно закончиться. Военное положение и мобилизация. И оно уже полгода длится, да, и появился указ, проект, там, или уже послал Зеленский его, или не послал, там, я так понимаю, что идут какие-то еще процессы в этом плане. И уже появляется много людей, которые на верхушке и в армии, и в офисе президента, и среди депутатов начинают говорить, что это нецелесообразно делать, вот, осуществлять такое тотальное поражение людей в их правах и свободах. Потому что военное положение и мобилизация еще на три месяца, до 21 декабря, это, естественно, колоссальный удар по правам и свободам людей, по ограничению передвижения, ну, не просто, а по запрету на передвижение. Потому что любой человек имеет право находиться там, где он считает целесообразным. По-любому военное положение это цензура, это преследование, это аресты, а сейчас идут массовые аресты в Украине, прямо скажем. То есть фактически идет процесс политических репрессий уже, ну, не политических, а уже прямых репрессий, физических репрессий людей, которые так или иначе высказывают свою точку зрения. Я даже вижу по комментариям, вот эти, вот это неприятие, вот это собачество уже появляется по отношению, ну, к очень многим блогерам, экспертам, аналитикам. Ну, и уже даже то, как себя Зеленский ведет, он уже начинает затыкать рот всем другим, что все остальные заткнитесь, типа только он и его бригада знают правду и знают, как что делать. Ну, еще у них там есть, есть плиточники, столеры, паркетчики, малеры, которые тоже в этом чем-то разбираются вместе с Таракановыми. То есть это неправильно, это совершенно неправильный подход, он очень опасен, потому что что качественно отличает Украину от Белоруссии и от Москвы, это то, что люди у нас свободные и у нас есть свобода и государстве свобода. И сейчас эту свободу, там с одной я, у меня хорошая моя приятельница, тоже она ресурс имеет, и она говорит, мне показывает, говорит, Олег Игоревич, вот уже многих уже задержала СБУ, арестовала политблогеров и так далее. Вот, еще надо уже, уже не просто внутренняя цензура, то есть уже времена становятся хуже даже, чем они были при Кучме и про Януковича, представляете? То есть Зеленский уже приближается к диктатуре, уже Кучму он переплюнул, уже приближается к диктатуре Януковича. Понятное дело, что военное положение и всеобщая мобилизация и преследование людей, массовое преследование людей, мужчин, да и других, это диктатура Зеленский Ярмак, это диктатура. Поэтому, ну на этом пути вы ничего хорошего не соберете, благими пожеланиями выстлана дорога в ад. А если вы еще свои бетафермы, даете им команду, чтобы они начали угрозы независимым экспертам, блогерам и аналитикам, то это еще страшнее, потому что вы сами пойдете жертвой этой же гильотины. Читайте, ну вы тупые, понимаешь, вы не образованные Зеленские, вы ничего не читаете, вы не готовились. Читайте времена французской первой революции, вот там то же самое, откуда пришел красный террор, белый террор, как революция потом начинает пожирать своих детей. А война, а в Украине революционная Зеленские, Ермак и прочая война, Арестовичи там и Данилов и так далее, это называется революционная война. Она сжирает тех, которые на поверхности, которые сейчас власть имеют самыми первыми. Вы будете пожраны обязательно этой революцией, кровавой войной. И как только вы разворачиваете репрессии, вал этот накроет первый глаз. Почитайте, почитайте, немножко сядьте, вместе устроите, там пусть жена Зеленская устроит вам коллективное чтение. Ну, Арестович может вам подготовить какой-нибудь экспертный доклад, там обсуждение, мозговую атаку сделайте. Вы сами себя погубите, это глупо это делать. Это, ну, не просто глупо, это даже не глупо, это опасно для жизни такие вещи делать. Для своей жизни вам опасно это делать. Вот, поэтому, исходя из этого, вы, если вы сейчас примете опять общую мобилизацию, запрет мужчинам выезжать, вы уплощаете государство. Вы его делаете плоским. Вы его превращаете в узкоцелевую боевую машину. Машину смерти Зеленский. То есть, фактически, вот я вам приведу, чтобы ты же понимал, там, тебе же никто не докладывает, там, может, хоть кто-то из вас, там, Тимошенко, Данилов, другие, смотрите Соскина, по-любому же смотрите. Так вот, смотрите, я вам как политэконом, финансист расскажу немножко. Вот, в Европе, ну, это одна из самых, все-таки, самых достаточно богатый, упорядоченный и такой заможенный континент благоденствия. Да, ну, есть такие страны, они и в Европе, и в Азии, там, типа, тот же Азербайджан, там, Россия, Турция, Армения, Казахстан, Грузия. Но, вместе с тем, все равно, они, вот эти, Армения, Казахстан, Грузия, ну, прежде всего, скажем так, Армения, Грузия, Азербайджан, они считаются, Турция, естественно, вроде как европейская. Ну, вот, есть самые бедные страны в Европе, так, для понимания всем. Так вот, самое бедное, первое место по бедности, ну, по ВВП на душу населения в 22-м году занимает Украина. Дальше идет Молдова, ну, это по номинальному ВВП. Беларусь, пятая – Северная Македония, шестая – Босния и Герцеговина, седьмая – Сербия, восьмая – Черногория, девятая – Болгария, десятая – Румыния. Вот это вам, это 10 самых бедных стран Европы. Еще Косово там есть, ну, и вот так, признают, не признают. Вот это, чтобы вы понимали саму ситуацию. Ну, не знаю, почему тут Армении нет и Грузии, потому что они здесь фактически тоже должны быть. Армения, Грузия здесь тоже есть. Вот, они тоже, я думаю, что здесь какая-то ошибка, ну, неточность, скажем так. Потому что Армения и Грузия, конечно, они более бедные, чем Болгария и Румыния, и та же Сербия. Ну, не важно. Главное, как бы, сам контент. Вот можно еще добавить сюда Армению, Грузию и Азербайджан. Три страны, которые тоже входят в эту систему самых бедных стран. То есть, это постсоветские страны и, соответственно, кстати, Россия тоже недалеко тут убежала. Она тоже среди самых бедных. Ну, и, соответственно, и Казахстан там. То есть, это постсоветские страны и страны, так называемые, входящие, входившие в Советский Союз, страны советского лагеря и, прежде всего, страны, входившие в Югославию. Вот, это такая картина. Вот, чтобы вы понимали. Дальше по Украине. Других стран не берем, по Украине берем. Украина сейчас находится в состоянии дефолта. Единственное, как бы, ну, отдушина это то Зеленский, Ермак, Шмигаль и прочие Резниковы, что отложили дефолт, пока согласились частные инвесторы, держатели 20 миллиардов евробондов, долларов, согласились потерпеть до 2024 года. То есть, какая-то будет сейчас небольшая рестриктуризация по евробондам и этим деривативам государственным. Вот и все. Но это дефолт. Это реальный дефолт Зеленский. Поэтому вот эти все глупости там сейчас опять разгоняют. Я уже сколько их слышу, начиная, наверное, от Кучмы, про план маршала для Украины. Никто вам денег никаких давать не будет. Запомните это. Если вы помните, то каждый, кто приходил, это Юй, ну, Кучма первый приходил, потом Ющенко, я-то это все помню. И я это все знаю. Отличие от вас, которые вообще этого не видели, не знают. А помнить вы не можете, потому что вы еще под стол пешком ходили. Так вот, каждый из тех, который приходил, и, ну, Кравчука не берем, он не полный срок был, там у него были мечтания какие-то, но он команду нашу предал, да и все. Натравил на нас бандитов этих, воров всяких и так далее. Ну, как говорится, земля ему пуха. Ушел так и ушел. А вот Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский, они все говорили, что все будет план маршала. Я этого Таруту помню. Он там бегал в этом, как называется, был этот, в Схиднице, не в Схиднице, а в этой, в Крыныце, в Польше. В Крыныце и на других форумах, там еще у него какая-то свита за ним бегала. И он все рассказывал, как будет план маршала, как уже много работают, что уже в Литве там собирают группы, там Кубилюс и все остальные. И уже будет, уже там прямо, Зеленский, прямо поток пойдет сюда. Поток, золотой поток пойдет. Нифига не пошло. Война пошла. Война пришла, да. Война пришла вместо плана маршала. К Тарути пришла война. К этому самому Абрамовичам, к этим всем Ахметовым и так далее, и так далее. Война пришла. Уже нету мариупольских двух сталелитейных комбинатов металлургических. Уже Волчевский сейчас там, уже забирают этих сотнями людей с металлургического комбината. Когда-то он принадлежал этому Тарути вместе с Гайдуком и Микритычаном. У них был индустриальный союз Донбасса и так далее. Ты его порасспрашивай, он тебе может порассказывать. Он большой птица-говорон. Вот. 400 человек там призывают. То есть уже там, уже почти всех мужиков Солчевска выгребли оккупировано. То есть идет уничтожение, под корень идет уничтожение всего мужского населения в оккупированной части Лугандонии. Зеленский, ну ты же получается делаешь то же самое, что делает Пасечник и что делает Пушилен. То есть они там берут мужское население и посылают, украинцев берут, это же части Украины, и посылают их на убийство. То же самое Аксенов в Крыму делает. А ты здесь делаешь в Украине материковой Зеленский то же самое. Так вот Украина она в дефолте. Украина занимает Зеленский последнее место среди беднейших стран Европы. Последнее Зеленский. Вот. И это будет продолжаться, если вы введете военное положение и всеобщую мобилизацию. Ты Шевченко позови. Во-первых, наверное, отправьте уже на пенсию. Он уже истосковался. Его надо уже туда отправить. Вот этого главу наблюдательного совета нацбанка. Позови Шевченко. Еще пару умных найм она позови там. Ну и этот же Устенко что-то тебе может рассказать. Что с экономикой делается. И пусть они тебе расскажут, сколько денег приходило от астербайтеров мужчин, которые работали за пределами Украины. В Польше, Чехии, Словакии, Италии. Перевозчики, которые были, которые возили товары и так далее, и так далее. Которые возили людей машинами, микроавтобусами и прочее. Они же сегодня сидят все безработные. Закарпатье, Ивано-Франковская, Черновицкая область. Это все безработные люди Зеленские. А раньше они зарабатывали валюту. Они ее завозили в страну. Понимаешь или нет? Товары шли малыми партиями с Украины. Теперь все это не идет. Официально 15 миллиардов долларов завозилось официально в Украину каждый год от зарабичат. Осталось он не убранное там, где клубника в этих европейских странах и так далее. Не убранные плантации. Можно сказать, а украинцы на плантациях. Да не важно где. Главное, что это деньги. Это деньги, реальные деньги. В стране сегодня реально нет денег на зарплаты, на пенсии. На самое главное Зеленский. Уже нет выплат. Ты это знаешь или не знаешь, пусть тебе Ермак расскажет. На зарплаты для армии, для воюющих на фронте Зеленский. Вот что самое страшное. Так вместо того, чтобы думать, как, чтобы сделать, чтобы эти деньги пришли, вы делаете все, чтобы их лишиться. Снимите ограничения абсолютно для всех мужчин. Поэтапно снимайте. Не вводите на три месяца военное положение. Введите на месяц и начинайте поэтапно выпускать мужчин. Первую снимите ограничения. Уже же говорит, уже вроде и в армии, и в руководстве есть понимание. Дайте молодежи поехать, которые до 25 лет, например, которая поступила в университеты зарубежные. Дайте им выехать. Пусть свободно выедут. Пусть учатся. Не гнобите их здесь. Останемся без мозгов. Зеленский. Через два-три года я говорю, как ученый, как преподаватель, как исследователь, как государственный деятель, как профессионал, завкафедрой, доктор, дважды профессор. Прекратите это делать. Вы уничтожаете интеллект своими запретами дебильными. Надо разрешить молодежи поехать учиться. И отпустите мужчин, которые 50 лет и выше, до 60. Их всего где-то больше миллиона. Один миллион. А тех до 25 лет тоже там от 18 до 25 лет там меньше двух миллионов. Ну все же не поедут учиться. Понятно. Вот эти две категории отпустите. У вас в Украине на сегодняшний день от 25 лет до, включительно до 50, до 49. Порядка больше 7 миллионов мужчин. Зеленский. 7 миллионов мужчин вот этого возраста. Ну пока, как говорится, пусть базово еще месяц-два, так сказать, они пребывают в Украине. Но остальным откройте. Шлюзы откройте. Плюс морякам откройте. Шоферам, дальнобойщикам откройте. Дайте людям выехать на заработки. Пусть они валюту в страну привезут. У вас же валюты нету, Зеленский. У вас полный крах экономики. Кто? Вам даже Европа не дает 8 миллиардов. Говорят, надо подушка, чтобы было. У вас отложенный дефолт. Все уже вам эти корпорации это подтвердили. Потому что в процессе договоренности там на коленях стоят. Просят, чтобы подождали. Но это временно, Зеленский. Это время пролетает, оно уже с 22 года нет. Прекратите преследовать людей за инакомыслие. Прекратите преследовать людей за высказывание своей точки зрения. Что касается ваших военных операций, так они с космоса все видны. Зеленский. Не надо же с такими дятлами быть. Все всем известно. До 30 сантиметров все известно, где все что стоит. До спичечного коробка известно, где что стоит. Поэтому все операции, которые вы делаете, они всем известны, Зеленский. Может тебе только еще кому-то неизвестно. Известно, что ударили там в Сакской авиабазе. Всем все известно. Просто делают вид, что вот нет, не знаем. Я не я и хата не моя. Но все всем известно. Вот я бы хотел вам такую, дорогие мои товарищи, ситуацию писать. И я могу сказать, что категорически нельзя вводить военное положение до декабря. В крайнем случае на месяц. Но при этом надо отменить всеобщую мобилизацию и запрет мужчинам выезжать. Хотя бы убрать ограничения. Но лучше все оба снять. Пусть мы тогда перейдем в нормальное состояние процесса. Тогда пойдут... Потому что сейчас фактически все заблокировано. Все заморожено. Все деформировано. И какие последствия от этого произойдут, никто не может даже сказать. Нельзя идти по пути Беларуси, России, Турции. Диктатура, автократии. Из коммунистического Китая, Зеленский. Нельзя так идти. Поэтому надо отпустить. Пусть процесс сам произойдет. И все тогда встанет на свои места. Кто хочет выехать, он выехает. Кто хочет временно выезжать, он выйдет и вернется. Но нельзя никого преследовать. Вы думаете только о том, как вам до конца сентября освободить правостороннюю Черсонщину. Вот это про это ваша главная задача должна быть, Зеленский. И как не отдать часть Донецкой области. Вот это у тебя две ключевых задачи. И третья это Беларусь. А тебе не надо думать, кто тебя критикует. Кто Ермака. Кто там еще кого-то. Кого СБУ захватит. Кого посадит и так далее. Потому что мы уже видели столько этих всех во главе. Когда СБУ захватывало. Потом мы их захватывали. Потом их садили. Потом они умирали от многих-многих вещей. Это когда там 40 лет, там чуть больше, чуть меньше кажется, что так еще долго жить. Зеленский, Ермак, Малюк и прочее. Это все относительно Буданов. Это так кажется вам, что вам еще много жить и так далее. Все приходит и уходит. Понятное дело, что кушать хочется всегда. Поэтому успокойтесь. Успокойтесь. Не дрыгайтесь. Не напрягайтесь. Не поднимайте, так сказать, бурю. Не надо ее поднимать. Надо сейчас просто думать о том, что вы будете делать. И что страна будет делать в октябре, ноябре, Зеленский, декабре, январе, феврале. Я уже не говорю про март и апрель. Вот про что всем надо думать. Все доброго. До новых встреч. Вы с Олегом Соскиным. Подписывайтесь на мой канал. Ну, кто-то отписывается. Это тоже понятно. И работаем дальше. Продолжение следует.